наше подразделение можно сказать стремительно недавно здесь мы несколько недель вот но несмотря на это дух у всех ребят боевой все готовы выполнять любые поставленные задачи любого врага мы не пропустим дальше как видите техника возле нас есть техника боевая техника готова любой момент выполнить ту задачу которая будет необходимо поставлена выполним честью разрывы выстрелы мы слышим со стороны там где находится противник с тех населенных пунктов тех позиций где мы знаем что они там стоят и могут там стоять пусть они нечастые наверное немного меньше чем рассказывали те ребята которые которых мы меняли ну режим тишины не совсем соблюдается на мой взгляд как отметили праздники отмечали ки конечно отмечали все на позициях все боевом настроении добром если была связь с родственникам старались пообщаться с родственниками передать привет поздравления свои когда мороз ниже минус 20 градусов не совсем удобно выполнять те задачи которые поставлены тем не менее мы готовы к любым проявлениям нашу сторону агрессивности и я думаю мы врага не пропустим вот обеспеченный продуктом обеспеченной техникой обеспечены и горючо смазочными материалами морозы конечно на технику как и на людей влияют необходимо больше прогревать больше и внимание уделять вот потребности наверное больше общаться со своими родными хорошо вас тут когда морозов не было больше тут мы еще палатки кушали но сейчас морозы поэтому стараемся помещение до минус 30 сегодня утром было очень тяжело минус 20 минус 17 минус до минус 30 сегодня было утром мыши здесь не надоедают а нету если честно нету серьезно в официально шухер было всю ночь в межилетах посидели мы бы слышали оттого тишина такая надежная машина рупату в бою готова к бою готова к бою давно вы на нем воюете нет вторую неделю это из расконсервированных или это новая техника консервированного ничего надежно вы знаете местные жители на мой взгляд меняет свое мнение о той украинской армии которая здесь стоит и с местными жителями не знаю как ну наших в нашем подразделении совсем нормальные обычные настроения мы помогаем им и дед деткам чем можно тем помогали и поздравляли приходили к нам приносили кутю мы чем могли их там благодарили конфеты печенье цитрусовые яблоки местные жители тоже стараются как-то мы с ними поддерживать отношения и и дрова помогают нам рубать и бензопилы помогают чинить в общем взаимопонимание скажем так есть самое большое что еще здесь для солдат это поддержка с дома самое необходимое